Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели Продолжаем работу в прямом эфире Сейчас у нас в гостях заведующий отделом электронного бизнеса банка Цитаделла Мартинч Берзинч, добрый день И заведующий отделом политики платежей банка Латвии Денис Филиппов Добрый день Я думаю, наши радиослушатели уже обратили внимание Может кто-то воспользовался такой Ну я бы сказал, для Латвии такой, по крайней мере мини-сенсации в дигитальном мире Это возможность еще Более быстрого и оперативного Платежа в электронной системе На мобильный телефон Вот того, я так понимаю Обладателя этого мобильного телефона Кому хотят перечислить средства Я так, может быть, простым языком Сейчас мы попросим специалиста Господина Берзинча чуть-чуть пояснить Как эта система работает, что это такое Может для тех, кто еще не воспользовался Значит, уже Начиная с прошлой недели Клиенты банка Цитаделла Могут Значит, делать свои платежи намного легче и проще Да И вот эту инновацию мы создали вместе с банком Латвии Который, в принципе, держит регистр мгновенных ссылок И что является этим регистром? Это, в принципе, регистр, в котором Каждый из пользователей банков Может зарегистрировать свой номер счета И свой мобильный телефон И, значит, тот момент, когда мы хотим произвести Перечисление, скажем, друзьям, коллегам, знакомым Нам не нужно знать их номер счета Мы просто можем или набрать их номер телефона Или просто выбрать имя своего друга из телефонной книжки И, значит, мы, как банка, можем сделать запрос в регистр банка Латвии Который нам возвращает, значит, имя получателя А также вот номер счета, на который нужно сделать сам платеж И он, ну, на данный момент используется внутри банка Цитадела Но уже, скажем, в ближайшем будущем мы видим, что будут присоединяться уже другие банки И тогда он может быть уже сделан как мгновенный платеж Который выполняется до пару секунд Вот так попытаемся сейчас практически такую картинку представить Ну, там, не знаю, дочка, там, не знаю, студентка поехала куда-то за границу Ну, видимо, не рассчитали с финансами Нужно ей дополнительные деньги что-то купить Она звонит или присылает сообщение Там, мама, там, перешли мне, пожалуйста, не знаю, 50 евро Да, со своего счета, на мой Да, что, я так понимаю, что понятно, что у мамы смартфон У дочки смартфон Что там должно быть, чтобы вот этот вот трюк с переводом денег осуществить Не знаю, должна быть какая-то специальная аппликация на одном телефоне, на другом Как это происходит, как это работает Да, значит, в принципе, и у мамы, и у дочки нужно иметь аппликацию банка Цитадела Ну, значит, в будущем это могут быть аппликации других банков И не сложно загрузить это Да, это просто стандартная мобильная аппликация Которая позволяет узнать остаток баланса на счету Которая позволяет делать платежи, управление, скажем, карточек В банке Цитадела Также с этой помощью, с этой аппликацией можно сделать дигитальный анбординг То есть стать клиентом банка Цитадела И, значит, в этом данном случае дочка должна зарегистрировать свой номер счета В этом регистре мгновенных перечислений Это не сложно сделать И я хотел именно сказать, что, может быть, это как бы звучит регистрация Но, в принципе, это, можно сказать, 4-5 шагов, которых можно сделать очень быстро То есть что нужно сделать? Мы открываем аппликацию, входим в аппликацию, вводя свой или пин-код, или свой Touch ID делаем Или распознавание лица И выбираем просто, что мы хотим зарегистрироваться на этот регистр мгновенных ссылок И нам сразу, значит, аппликация покажет Вот ваш мобильный номер телефона, который зарегистрирован в банке Вы его подтверждаете И вам еще приходит специальный код, где мы проверяем Правда ли вы сейчас, в данный момент, держите телефон в своих руках И хотите зарегистрироваться Вы вводите этот код И следующий шаг, вы просто выбираете, на который счет вы хотите получать деньги То есть каждый номер телефона связан с одним счетом То есть когда мы делаем этот платеж, мы должны знать этот счет То есть когда дочка эту процедуру несложную сделала Да, подтвердила, значит, свой выбор Она получает подтверждение, что счет зарегистрирован И тогда уже мама просто, даже она может быть не зарегистрирована в этом регистре Но она выбирает платеж на мобильный телефон То есть есть такая опция платить на телефон И просто выбирает номер телефона дочки или из книжки Или просто сразу набирает этот номер телефона Вводит сумму, вводит также вот Через эту аппликацию, да? Через аппликацию, да И повод того, для чего предназначен этот платеж Делает, значит, запрос Мы показываем еще имя, фамилия получателя Номер счета То есть эта информация мы получаем обратно уже из регистра И потом дальше делается подтверждение платежа И платеж выполнен То есть по существу деньги можно получить очень быстро, да? Да Если мы... Пока человек кушает в кафе, уже наверное можно эти... Ну, это вопрос несколько секунд Я думаю, что это вот в принципе вопрос того времени Пока мы еще держим в руках телефон В принципе уже получатель получил деньги в своем счету Если мы немного расширим ситуацию предложенную То здесь возможно решение и без, скажем, регистра мгновенных ссылок То есть главное, чтобы работал быстрый платеж То есть мгновенный платеж То есть выполнился он за секунду И в зависимости от того, ну, какой инфраструктурой, скажем Или это компьютер, или это мобильный телефон Пользуется отправитель, да? Он в принципе может отправить за секунду За доли секунды деньги получателю Ну, значит, мама, дочери в данной описанной ситуации Конечно же, есть другие более, наверное, подходящие ситуации Когда нам действительно удобнее пользоваться номером телефона Вместо номером счета получателя Буквально еще несколько лет назад До того, как Банк Латвии создал инфраструктуру мгновенных платежей У нас всегда была ситуация, да? Какой у тебя банк? Если твой банк отличается от моего Значит, я должен рассчитывать, что платеж пойдет несколько часов А то и может быть на следующий день Да, мне нужен твой номер счета Тебе надо прислать его и так далее То есть сейчас мы благодаря вот этим двум фундаментальным инновациям Это мгновенные платежи и регистры мгновенных связок Подошли к тому, что нам больше, да? Не нужен номер счета получателя А его номер мобильного телефона И у нас уже у самих, у каждого человека есть база данных Наиболее близких ему, скажем, людей Это телефонная книга, да? Список контактов И там платежи, которые работают буквально за секунды Происходят без выходных Круглые сутки, 24 часа в сутки Да, без перерыва То есть система работает, не останавливаясь, не на мгновение И таким образом, да, мы живем вот в мире Таких постоянных и очень быстрых денежных переводов Я, может быть, добавлю Вот коллега из Банка Латвии уже сказал Насчет мгновенных перечислений, да? В принципе, буквально, можно сказать, два года назад Мы начали сотрудничество И в 2017 году эта система была внедрена Латвией, да? И Банк Цитаделл был первым, который присоединился к этому решению Скажем так, вот в июле 2018 года Количество мгновенных платежов было где-то на уровне 16% От всех платежов в банке Цитаделла Уже в этом году мы увидим, что это выросло три раза И уже больше 50% всех платежов происходит как мгновенные платежи То есть мы видим, что наши пользователи все чаще и чаще используют это И это, наверное, тоже меняет, ну, скажем, тот вид, как мы себя ведем Уже в разных ситуациях Да, вот что касается этих платежей Все-таки, так, чтобы нашим радиосуслям будет понятно Почему все-таки вы решили пойти на такие мгновенные платежи? Что вами движет? Потому что, ну, казалось бы, есть уже процедуры, не знаю, отработанные смартфона Да, вот все-таки я понимаю, что это ведь определенные затраты До кредитного учреждения, да, разработать такую систему Банк Латвии был задействован Все-таки это так просто, может быть, вы рассказываете Но я так понимаю, что подготовка, наверное, заняла не один месяц, наверное, да? Да, ну, для разработки такой системы мы работали где-то 10 месяцев Да, то есть, конечно Почти что годы И это, конечно, не очень-то простая разработка, да Но мы просто, как банк, видим, значит, свою такую стратегию, что мы переходим из банка в филиале в банк в кармане, да? И мы видим, что уже на данный момент больше, ну, там, порядка 99% всех платежов, они уже происходят в дигитальном виде, да? И это уже, как бы, как сказать, на русском парадомы Такая привычка становится Привычки, да Вот привычки клиентов очень меняются И мы видим, что чаще и чаще, вот, скажем так Когда мы, например, делаем какие-то совместные покупки Например, подарок для коллеги Или подарок уже в семье Или, например, мы вместе идем обедать коллегами, да? Если раньше были, как бы, ну, такие стандартные вещи Я возвращаю тебе деньги уже в наличном То на данный момент это затеря времени Потому что эти суммы не всегда такие простые, чтобы подобрать, да? Это всегда евро и центы Когда мы разделяем свой счет И просто нам намного легче спросить перечисления И одна из таких основных барьеров Было вот именно то, как передать номер счета, да? Поэтому у нас, нам очень нравилась идея И вот вместе с Банком Латвии Идея того, что каждый из нас имеет свои телефонные книжки И все имена людей, с которыми он, в принципе, общается Это позволяет снизить или сделать эти все транзакции намного проще, да? И, в конце концов, это просто возможность выиграть время И мы тоже, когда уже в прошлом году внедряли свою новую мобильную аппликацию Где у нас было много довольно инноваций Мы делали, до того делали опрос жителей Латвии Какие инновации им нужны? И 81% из всех, которые участвовали в опросе, говорили Мы будем использовать инновацию, если это нам поможет сэкономить время И мы, в принципе, смотрим с той точки зрения на все эти инновации Если вот мы видим, что это нам позволяет и нашим клиентам позволяет сэкономить время Делать каждую из тех, ну, скажем, задач или транзакций намного легче Это то, на что мы идем Может быть, несколько слов по поводу Банка Латвии В чем ваша роль, в чем ваша миссия? Я почему спрашиваю? Потому что у многих, особенно после введения евро После перехода на эту единую валюту Сложилось такое ощущение, что Банк Латвии занимается просто какой-то анализом ситуации И там сидят аналитики, они что-то отслеживают Может быть, дают какие-то рекомендации Я понимаю, что не без этого Но есть и практическая часть, к примеру, регистр этих платежей Может быть, несколько слов об этом направлении чуть расскажите? Да, кроме того, что мы уже много лет обеспечиваем работу платежных систем То есть, система, которая обеспечивает платежи межбанками То есть, это ваша задача? Да Мы активно развиваем, развиваем платежные системы И как таковой наш рынок платежных услуг И всячески стараемся поддержать различного рода инновации Ну, то есть, здесь мы видим, что многие банки задумывались О необходимости обеспечить вот такую функциональность, улучшенную своим клиентам В принципе, некоторые банки уже какое-то время назад разработали Ну, такие внутренние решения Но мы тут можем сравнивать, на чем лучше летать На Боинге, на бомбардире и так далее Каком-то самолете И тут, ну, Банк Латвии делает совершенно инновационное решение Для стандартизированных межбанковских платежей То есть, такой SpaceX Илона Маска Совершенно инновационный продукт Одни из первых Мы его сейчас выдвинули на рынок Если мы смотрим вообще другие страны, еврозоны Где тоже есть мгновенные платежи Или потихоньку развивается И мы говорим о совершенно другом вообще концепте То есть, это возможность почти стереть границы между банками Во-первых, от того, что платежи стали намного быстрее Во-вторых, потому что клиент одного банка Может совершенно не задумываться, где находится получатель денег В каком банке у него счет Он просто выбирает его номер телефона И хочу отметить, что как инфраструктура мгновенных платежей И так и регистр мгновенных ссылок Мы создали своими собственными ресурсами Банка Латвии То есть, это без привлечения Без каких-то дополнительных, скажем, там Огромных финансовых проектов То есть, это совершенно наш IT-ресурс Наши эксперты, благодаря которым у нас есть такие решения Ну и, конечно же, банки, которые активно участвовали Которые поддерживали и в плане тестирования И вот сейчас, как уже сообщалось Уже банки и некоторые другие банки Достаточно очевидно Изъявили желание использовать регистр То есть, мы говорим о том, что сейчас это цитаделла Потом это будет еще несколько крупных коммерческих банков И таким образом, сразу же у нас в Латвии При нашей концентрации Порядка 90% всех жителей Смогут иметь вот такую возможность Ну, я так понимаю, что этот регистр мгновенных платежей Без него пока нельзя То есть, мало просто знать телефон И знать, что вот не знаю Я знаю, что там, не знаю, у моей супруги есть Там тоже еще цитаделла И у меня есть Казалось бы, мне не нужен регистр платежей Нам можно сказать Да-да-да, на мою карточку в цитаделла перечисляй Все равно нужно удостовериться через регистр Пока, да, вот по этой системе Наверное, стоит начать с того На мою карточку перечисляй Потому что, скажем, вот При том наличии инновационных всяких решений у нас Когда в магазине нам очень легко Мы можем просто пикнуть с карточкой И заплатить за покупку Вот этот вот, назовем его, сегмент И вот эта ситуация, когда один человек хочет сделать Мгновенный перевод другому Она долгое время, ну, скажем Была достаточно неразвитая Во-первых, мы мгновенными платежами Решили проблему быстрого перевода Сейчас, благодаря регистру мгновенных ссылок Мы решили проблему То, что это стало абсолютно легко И то, что не могут, допустим, карты сделать И отвечая на вопрос По сути, если получатель Как уже Мартинч сказал Дает, ну, подтверждение И согласен регистрировать свой номер В этом регистре То отправителю это не обязательно И все, и это начинает работать Это удобство для отправителя Но получателю Просто он становится доступен Вот для таких очень удобных платежей И это достаточно просто Заведущий отделом бизнеса Банка Цитаделла Мартинч Берзинч И заведущий отделом политики платежей Банка Латвии Денис Филиппов Я верю, что и звонки у нас есть Будем их принимать после паузы На новости и рекламу Не переключайтесь Добрый день еще раз Заведущий отделом политики платежей Банка Латвии Денис Филиппов И заведущий отделом электронного бизнеса Банка Цитаделла Мартинч Берзинч У нас в студии Еще раз добрый день Напомню, что мы говорим О такой, я бы сказал, уникальной возможности Теперь через аппликацию, через мобильный телефон на мобильник того, кого вы хотите перечислить деньги. Я так понимаю, что уже первые дни работы системы вызвали такой вот всплеск желающих этим воспользоваться. Уже счет идет на тысячи людей, которые этим воспользовались, да? Да, ну то есть при запуске системы мы уже говорили про то, что во время тестирования систему использовали где-то больше двух с половиной тысяч людей. Уже позавчера, когда мы смотрели, как же набирает скорость регистрации, да, мы видим, что в принципе уже количество пользователей уже дошло почти что до десяти тысяч, да? То есть за неделю это очень большой рост и в принципе эта новая функциональность очень-очень нас радует. И мы видим, что клиенты очень довольны, тоже если смотреть, что происходит в социальных сетях, говорят, что это им помогает экономить время. И поэтому мы видим, что эта новая инновация попала там, где мы вот в точку, чтобы ее использовали больше и больше. Вот можно ли ожидать, что, не знаю, еще какие-то банки к этой системе подключатся? Как вам кажется, Денис? Да, это уже не секретная информация, да, что банк СЭП находится в стадии тестирования регистра. Я думаю, что достаточно в ближайшее время мы сможем ожидать, как банк СЭП, так, возможно, и другие банки начнут использовать наш регистр. И мы тогда уже сможем говорить о совершенно другом уровне использования этого регистра, когда клиенты одного банка смогут отправлять платежи на номер телефона клиентам другого банка. Да, вот что касается еще этой системы, я так понимаю, что пока в основном воспользуются физические лица, да, если у вас есть какие-то данные, юридические лица, видимо, еще нет. Ну, то есть, наверное, Денис может больше рассказать, у нас есть также потом разработки плана и для юридических лиц, но на данный момент система, которую мы предлагаем в банке Цитаделла, это для частных лиц. Значит, на данный момент в этот регистр мгновенных платежов или можно регистрироваться именно частные лица? Если мы посмотрим, да, ну, во-первых, мгновенные платежи как таковые, они уже сами по себе, да, несут очень много бонусов, возможностей пользователю, да, это мгновенные платежи без выходных и так далее. И чтобы донести вот эти вот возможности до максимально большего количества людей, пользователей финансовых услуг, значит, первое, что мы видели, что у нас совершенно не развит, допустим, вот этот относительно платежных решений сегмент, как person to person, человек человеку, да. Да, и, конечно, оптимальное решение его сейчас закрыть, обеспечить инновационным решением было вот регистр мгновенных ссылок, и сейчас это стало очень удобно. В дальнейшем мы понимаем, что если мгновенные платежи настолько хороши, да, и действительно нравятся пользователям, почему бы не начать платить, допустим, мгновенными платежами в местах торговли физической, да, так как сейчас, допустим, это можно сделать картами, в том числе бесконтактными картами. И наша политика, да, она фокусируется именно вот в этом направлении. Мы сейчас рассматриваем, разрабатываем, тестируем различные решения. Стоит здесь отметить, что, конечно, мы ориентированы на нашего пользователя, латвийского пользователя, на наши банки. Несмотря на это, мы часть еврозоны, да, евросистемы центральных банков, мы, конечно же, работаем сообща, мы несем свой опыт, мы разрабатываем общую политику, чтобы это были не только платежи внутри Латвии, да, а с таким же успехом можно было поехать, скажем, в Германию, да, и оплачивать телефоном тем же мгновенным, с помощью того же мгновенного платежа. И это немножко такой длительный процесс, соответственно, это такая общая политика евросистемы, но мы можем говорить порядка 2-3 года, когда, возможно, это станет совершенно реальным, когда с помощью мгновенных платежей мы начнем оплачивать, скажем, покупки в магазинах. Может быть, такой вопрос технически важный. Есть ли какие-то ограничения по суммам? Потому что мы знаем, что все-таки, вот, если ты заходишь на счет, вот, смарт-иди, но все-таки есть определенные ограничения. Я понимаю, что большинство людей это не волнует, у них не такие большие накопления, и они там думают перечислить, не знаю, 50 евро, 100-200 вам своим родственникам или какое-то погашение долгое и так далее. Вот, есть ли какие-то ограничения по этой системе? Ограничения суммах, они, в принципе, с нашей стороны банка будут являться тем, какое авторизационное устройство вы используете для захода в интернет-банк или в мобильную аппликацию. И, скажем, минимальный, самый низкий уровень, который у нас есть, скажем, там карточка с смс-кодом или, скажем, тогда это позволяет сделать один платеж до 1000 евро и 2000 евро за день. И, поскольку вы, может быть, поднимаете уже свой уровень своего устройства, которое вас позволяет уже опознать банку, также растет и сумма, которую можно перечислить. Но, если мы говорим про мгновенные платежи, то, в принципе, система мгновенных платежов, максимум суммы на данный момент в еврозоне – это 15 тысяч евро. Ну, то есть, общий европейский стандарт сейчас установлен, это 15 тысяч евро на перевод. И, как Мартинш сказал, в принципе, у банков нет ограничений, руководствуй своей какой-то рисковой политикой, скажем, новый продукт и так далее, банки могут устанавливать лимиты. Здесь я хочу отметить, что то, что мы видим у нас в системе платежной, это больше 90% платежей всех ежедневных, они ниже 1000 евро. То есть, остальное довольно-таки случаи исключения. Но, если мы возвращаемся к предыдущему вопросу, как, допустим, предприятия могут использовать, может ли бизнес использовать, в принципе, уже сейчас может. Да, покупатели интернет-магазинов могут счета оплачивать с помощью мгновенного платежа. Но, конечно, если мы говорим о серьезных бизнес-отношениях, то это понимают сейчас в Европе. И вот этот лимит, который в самом начале мы уже упомянули – 15 тысяч евро, его планируется существенно повысить, именно чтобы эти большие суммы быстро могли предприятия, скажем, использовать для расчета с поставщиками. Пример. Только вопрос, который вам, господи Борисович, задают, может быть, даже и знакомые. Вот есть ли предел, скажем так, вот, вы сказали, вот банк в кармане, есть ли предел и вот этих возможностей электронных сегодня, и действительно ли отделение банков выморут, или все-таки какое-то общение между клиентами и банком такое без телефона, вживую сохранится, на ваш взгляд? – Знаете, я думаю, что есть такие вот ежедневные сервисы, которые пользуются наши клиенты, да, это, скажем так, простые перечисления, которые уже на данный момент, как я уже говорил, больше 99% уже… – Коммунальные какие-то путешествия. – Которые уже происходят дигитально, да, и, скажем, может быть, лет 20 тому назад мы ходили в банк, филиал, и делали это уже стоя у окошка. – Наше поведение уже поменялось, как мы уже говорили, да, но если мы смотрим на такие более серьезные покупки или, скажем так, решения, которые человек делает, ну, например, покупка автомашины или покупка земли, квартиры, дома, да, всегда нужно будет проконсультироваться, чтобы понять лучшее решение или какие документы или как лучше оформить, да, и, наверное, это всегда будут те задачи, которые мы не будем делать телефоном и, ну, наверное, с очень таким быстрым решением, или если вот посмотреть, я бы сказал так, что телефон будет очень хорошим устройством, где мы хотим какую-то задачу решить, ну, скажем, до одной минуты, да, но если у нас уже нужно для принятия какого-то решения или уже для того, чтобы уже сделать какую-то задачу более длительное время, я думаю, что для этого всегда банк будет нужен, где зайти, и тоже, если мы так смотрим, можно сказать, что филиалы тоже трансформируются. Вы, наверное, уже и клиенты видят, что исчезают, вот, может быть, эти окошки, может быть, снижаются уже те транзакции, которые происходят наличными деньгами, но есть эти столики, где люди решают вопросы, и еще, что очень важно, у нас, с одной стороны, мы говорим про то, что количество филиалов снижается, но, с другой стороны, в этом году мы запустили новый филиал, который мы называем SkyBranch, и это филиал, который обслуживает людей уже, скажем так, на дистанции, и это может быть и телефонный звонок, или это может быть чат, который мы тоже делаем в мобильной аппликации, то есть меняется наше общение с банком, но это не говорит о том, что меняется количество людей, которые с вами, как с клиентами работают, да? Просто другие формы коммуникации, да? То есть меняется форма коммуникации, да, и поэтому, может быть, и меняется, вот, как мы общаемся, да? Но я считаю, что все равно филиалы будут, количество, может быть, на улицах будет снижаться, но они будут просто менять свой формат. Да, консультации-то все равно нужны, по той же ипотеке, да, без этого никак. И социальный аспект, аспект поколений разных, готовности использовать технологии, он немаловажен, и совершенно, наверное, Мартин еще отметил, несмотря на то, что вот в филиалах становится меньше окошек и больше, скажем, экранов и компьютеров, это, ну, банк, в принципе, работает на то, что, скажем, те группы населения, которые не готовы так вот быстро дигитализироваться, скажем, да, пенсионеры, ну, банк работает с ними, они приходят в банк, и банк, в принципе, консультант обучает, как пользоваться, это очень важная функция, потому что мы с развивым поколением, ну, будем все время, да, и когда-нибудь, и мы окажемся в этой же ситуации, это очень важно, и вот этот вот человек, который может разъяснить, какая-то вот эмпатия, да, она нужна. Да, вот еще, может быть, такой вопрос, который я хотел задать, мы знаем, по крайней мере, те, кто пользуется или кто видит в магазине, кто-то подходит, расплачивается карточкой, ну, на определенные суммы, не нажимая пин-коды, просто прикладывая вот к этому устройству считывание, я знаю, что это может сделать и прикладывая мобильник, да, насколько вот активно клиенты Цитаделла вот эти системы используют? Ну, наверное, для нас это довольно такой интересный проект, потому что мы были первыми в Латвии, которые уже, можно сказать, три года назад начали предлагать клиентам эту услугу, то есть возможность платить у терминалов в магазинах с телефонами, да, и, конечно, количество, может быть, первый год или первые месяца мы не видим такого очень экстремального роста таких транзакций, но я бы сравнил это тоже с тем, что когда еще лет, несколько лет тому назад у нас появились первые кассы в магазинах, где можно было заплатить без кассира, да, они тоже как бы стояли пустыми. Но на данный момент, может быть, даже очереди в этих самоослуживающихся кассах больше, чем там, где сидят кассиры, потому что люди видят, что это можно сделать быстрее. И также происходит и возможность платить с телефонами, да, я могу, может быть, и тоже пополнить, что без, скажем, возможности платить с телефоном, мы также имеем вот браслеты или вот специальные стикеры или наклейки, которые тоже наши клиенты очень любят и используют, да. Браслеты сейчас вот во время лета были и до сих пор очень популярны, то есть, может быть, клиент едет в Юрмалу, и он просто имеет на руке свой небольшой браслет, который он использует как вот свой кошелек и платит. Ему не нужно или не всегда нужно нести с собой даже мобильный телефон, не говоря уже о кошельке. Да, вот еще, может быть, такой вопрос в завершении. Все-таки есть ли еще какие-то варианты, не знаю, ну, может быть, не столько платежей, ну, как вот, не знаю, улучшить или, да, ускорить вот эту коммуникацию банка, может быть, при помощи того же смартфона. Я так понимаю, что вы все время работаете над каким-то совершенствованием, да, этой системы. Да, ну, то есть, банк «Цитаделла» все время работает над новыми инновациями. Я могу, наверное, просто напомнить слушателям вот нескольких таких инноваций, которые мы реально видим, которые помогают людям как бы выиграть снова время, да. И я думаю, что не секрет, что в каждой мобильной аппликации вы видите возможность управлениями карточек, да, то есть включить-выключить карточку. Мы, например, карточку считаем, что потеряли, мы звоним банку, банк тогда уже как бы закрывает эту карточку, но вы через час эту карточку находите, и вы уже теряете время, потому что, в принципе, необходимо один-два дня, чтобы эту новую карточку для вас сделали, у вас нет карточки. То есть в аппликации можно включить-выключить. Но это такие функции, как включить эту возможность бесконтактного платежа или регион, или платежи в интернете, это не было такой большой новостью. Но то, что мы сделали, это возможность тоже замена пин-кода карточки, да, потому что очень часто мы видели, что просто наши клиенты имеют несколько карточек, они хотят использовать одну из карточек, но они забыли пин-код. И снова нужно обращаться к банку и говорить, я бы хотел заказать новую карточку, поскольку забыл пин-код. Это, кстати, очень часто бывает, потому что есть же возможность, я знаю, в Цитаделле и Мастеркард, и Виза-карт. Допустим, Визы не все часто пользуются на резервный случай и могут действительно за несколько месяцев просто забыть этот пин-код. И просто вы заходите в нашу мобильную аппликацию, вы можете для этой карточки поменять, поставить новый пин-код, и в принципе подходите к АТМу, и просто подтверждаете еще один раз этот код, и у вас карточка работает, и вы снова при делах. Да, и не надо ее менять. Жизнь идет дальше. Спасибо большое. Вот так у нас время эфира быстро подошло к концу. Заведущий отделом политики платежей Банка ВАД Веденис Филиппов у нас был в студии. Заведущий отделом электронного бизнеса Банка Цитаделла Мартинч Берзнич. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.